Во всех жилых домах и социально значимых объектах Крыма светло. Запас топлива в республике почти на месяц. Есть и трудности. Однако тельное полуострово не работает. В нескольких районах сохраняется потребность в баллонном газе. Эти вопросы обсуждали на очередном заседании межведомственного штаба по ликвидации ЧАЭС. Обесточенных населенных пунктов и жилых домов в Крыму нет. Аварии в системе электроснабжения оперативно ликвидируются. Все школы подключены к автономным источникам питания. У наиболее опасных участков крымских дорог путь освещают 32 световые башни. Утром 20 декабря в Симферополь доставили комплектующие газотурбиной станции. За прошедшие сутки в республику Крым доставлено 2040 тонн топлива. Из них дизельного топлива 360 тонн, бензина 1680 тонн, жиженого газа 175 тонн, угля 483 тонны. Запас топлива в республике имеется на 25 суток. Из всех 840 котельных республики не функционирует одна. Одна котельная – это детский сад село Табачное Башисарайского района. Сегодня проведены все пробные запуски и завтра она готова к эксплуатации и будет запущена в работу. То есть все 840 котельных у нас исправны и готовы подавать тепло потребителям. На заседании к участникам штаба обратились представители нескольких районов Крыма с просьбой выделить для них баллоны с газом. Первомайскому не хватает около 40 баллонов, Красногвардейскому – целых 650, Сакскому – вообще почти 2000. Вопрос поручили решить предприятию «Крымгазсети». Татьяна Ханкота, Александр Тягнеридно, Александр Смычек. Время новостей.